Всем приветики, меня зовут Аня и вы на канале Юэс Санна. И сегодня я подключилась к вам немножко поговорить. Поговорить на тему, что у нас все закрывают. И это прямо печально опять начинается. Началось все с Лос-Анджелеса. Постепенно, вот уже на протяжении двух недель, я все-таки думала, что будет послабление. Но послаблений нету, становится только хуже. Сегодня 1 декабря, вчера 30 декабря. Правила уже дошли до того, что из дома можно выходить только в магазины, можно выходить в больницы. Ну, в общем, по экстренной необходимости. Это никакой там не запрет, ничего. Просто такая требовательная, требовательный призыв, чтобы люди меньше везде гуляли. И даже если выходят на прогулку, то люди должны выходить в пределах своей семьи. Что очень-очень печально, так как на носу праздники. Уже Сенс Гивен прошел под запретом. Были закрыты в Лос-Анджелесе... Ну, в общем, первая волна была. Закрыли все заведения под крышей. В общем, внутри все, что проходило. Вторая волна позакрывали все рестораны, которые выносили свои зонтики на улицу. На улице тоже запретили сидеть. И запретили собираться в парках. То есть Сенс Гивен прошел чисто семейным праздником. Нельзя собираться более двух семей. Нельзя собираться более шести человек. Ну и, в принципе, вообще вот выходить как бы нельзя было, да, особо сильно гулять. Вот, и вот с 30-го числа решили вообще ужесточить. Теперь можно выходить только своей семьей. Вот, то, что он действует у нас в Сан-Диего, у нас комендантский час. Он действует с 5 утра и до 10 часов вечера. У нас закрыли все опять, ну, в общем, рестораны, бары, церкви, спортзалы. Вообще абсолютно все, что находится внутри помещения, все позакрывали. Спортзалы спасаются тем, что они берут свою парковку, ставят там огромные шатры, выносят туда тренажеры. И люди так занимаются. То же самое делают бары, рестораны. Весь даунтаун, мы в эти выходные были в даунтауне вечером. Весь даунтаун работает, но, опять же, они заняли пешеходную зону и паркинг. Накрывают, в общем, ставят отбойники, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. И таким образом спасаются. Но раньше можно было сидеть до 2 часов ночи, сейчас только до 10 часов вечера. И в 9.30 начинают активно все сворачивать, все столики убирать. Вот. Огромная-огромная надежда, что нас, конечно, не закроют так же, как это сделали в ЛАИ. Но тенденция такова, что заражение идет. И, ну, немножко это грустненько. Будем надеяться на лучшее, а там как будет, конечно. Вот такие последние новости. Всем огромное спасибо за внимание. Кстати, напишите, как у вас, какая ситуация с коронавирусом. Есть ли какие-то запреты, ограничения, обязательно напишите. И всем огромное спасибо за подписку, за лайки, за комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok